Добрый день, меня зовут Евгения Порошина, я психолог, коуч, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Сегодня поговорим про такой феномен, как комплекс Кассандры, или подарок от травмы, или талант психолога. Что это такое? Решила видео так назвать. О чём это? Если у вас будет время, можете почитать книгу, так она и называется, комплекс Кассандры. Книгу написала аналитический, юнгианский аналитик, почитайте, но смысл я расскажу. Также 31 января в 19.00 в школе будет открытый мастер-класс про низкую профессиональную самооценку, про синдром самозванца, ощущение самозванца. Внизу переходите по ссылке, регистрируйтесь, оставляйте почту, если не оставляли. И домашнее задание перед этим мастер-классом, посмотрите, пожалуйста, фильм «Талантливый мистер Рипли». О чём это? В этом видео также в том числе разберём. То есть, если вы смотрели фильм «Талантливый мистер Рипли», то что даёт травма эмоциональная? Мы быстро становимся, как кто-то. Есть такое понятие, как талант психолога. Талант психолога не у каждого человека есть. Например, кто-то от рождения хорошо поёт, кто-то от рождения хорошо танцует, играет на музыкальных инструментах. А есть такое понятие, как талант психолога. Когда нас тянет в психологию, нам интересно это изучать для себя и для других. Мы принимаем решение сделать это своей профессией. Как показывает практика, у нас есть талант психолога. Что это значит? Тонкая кожа. Мы быстро, эмпатично чувствуем боль другого человека за счёт похожих типичных эмоциональных травм из детства. Мы быстро берём, чувствуем состояние другого человека. Боль, например, это состояние минус. Но когда мы идём в профессию психолог-коуч, мы этим талантом уже можем управлять и можем помогать человеку. Например, человек нас бессознательно, не специально провоцирует на жалость. Мы это поймали, но у нас есть навык контрпереноса. Мы клиента не критикуем, не жалеем, не спасаем и так далее. И мы раз отследили, поймали эту жалость, но мы в человеке видим ресурс. Наблюдатель влияет на наблюдаемое. И за счёт многократного повторения мы человеку даём новый опыт. То есть в школе в том числе талант психолога, он становится осознанным. А любой талант, который осознанный, мы можем ему управлять. Что ещё значит тонкая кожа? Когда мы быстро становимся как кто-то. То есть мы можем боль другого человека чувствовать, погружать в себя. И мы можем состояние плюс быстро впитывать в себя как губка. Мы можем быстро становиться как кто-то. Если вы смотрели фильм «Талантливый мистер Рипли», можем посмотреть на то, что талантливый мистер Рипли — это такой талант психолога, такая часть внутри, которая есть очень сильно развита у психологов, либо у тех, кто пока интересуется психологией, пока ещё не осознал свой талант, насколько этот талант уникальный, и не у каждого человека он есть, смысл такой. Вот этот талантливый мистер Рипли в фильме, он быстро становился как кто-то. То есть у каждого психолога есть за счёт эмоциональных травм из детства эго, центр сознания, такое гибкое, где-то пустое. И поэтому быстро мы можем погружать в себя состояние других людей и становиться как кто-то. То есть вот даже вы идёте ко мне на курс на два месяца, вы быстро за счёт лекций, за счёт практики… В школе у нас две практики раз в неделю, тренируем роли клиента, клиента, психолог, супервизор, наблюдатель и один киноанализ. То есть три практики у нас раз в неделю, плюс изучаете лекции, плюс общение в чате. И за два месяца, в принципе, вы уже погружаете внутрь себя все мои мысли, и вот всё, что я знаю, вы быстро это как губка впитываете себя и становитесь как я в том числе. Ну и понятно, в близком общении мы друг у друга нейронные цепочки какие-то быстро погружаем в себя. То есть этим талантом психолога мы можем пользоваться осознанно. У нас есть такая способность быстро становиться как кто-то за счёт тонкой кожи, за счёт таланта психолога. И можете посмотреть фильм «Мистер Рипли», и там наглядно показана вот эта вот способность быстро становиться как кто-то. подумайте об этом, поразмышляйте. Это, можно сказать, такой подарок нашего детства, подарок наших эмоциональных травм. За счёт этого у нас тонкая кожа, за счёт этого у нас есть талант психолога. Мы быстро чувствуем боль других людей. И, конечно, можем этим управлять, сепарироваться от этого. В школе мы это тренируем, чтобы помочь человеку. Плюс мы быстро впитываем в себя состояние. Плюс в близком общении мы быстро становимся как кто-то. То есть поразмышляйте об этом, про комплекс Кассандры, либо про подарок наших эмоциональных травм, либо про талант психолога. Поразмышляйте об этом. Если будет время, желание и возможность, почитайте книгу «Комплекс Кассандры». И 31 января в 19.00 жду вас на открытом мастер-классе в школе. И до этого посмотрите, пожалуйста, фильм «Талантливый мистер Рипли». И с других сторон посмотрим на этот фильм с точки зрения ощущения самозванца. Итак, если сегодня вы чувствуете, что увлекаетесь психологией, большая вероятность, что у вас есть вот этот комплекс Кассандры, либо подарок от ваших эмоциональных травм, либо тонкая кожа, либо, ну, это всё вместе, талант психолога. Подумайте об этом. Там, где интерес, там талант, значит, надо идти за этим интересом, развивать этот талант, делать его осознанным, пользоваться им и выходить на достаточно хорошие результаты в профессии. Если вам нравится моя обучающая программа в моей школе, приходите. Буду рада вас видеть в школе. И если по видео у вас будут какие-то вопросы, размышления, комментарии или что-то непонятно, пишите внизу про комплекс Кассандры или про талант психолога, или про способность быстро становиться как кто-то, как показано в фильме «Талантливый мистер Рипли», когда он быстро становился как кто-то, для него это было легко. Подумайте об этом, поразмышляйте, получите свои осознания. Всем хорошего дня!